Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek, где я рассказываю про оружие из фильмов и компьютерных игр и сравниваю то, что мы видим у тебя на экранах с образцами из реальной жизни. С самого начала цивилизации люди изобретали инструменты и оружие, начиная от топора и наконечников копий в каменном веке и до ядерного оружия в наше время. Человечество постоянно пыталось улучшить и создать что-нибудь новенькое, что даст им преимущество перед врагами на поле боя. И вот вроде бы появление огнестрельного оружия ознаменовало начало новой эпохи ведения войны. Однако без неудач естественно не обошлось и конечно же, некоторые из оружия оказались весьма сомнительными посредственными, но даже при этом они все равно принимались на вооружение. И в этом ролике я расскажу о 5 образцах оружия, которые однозначно можно считать одними из худших за всю историю. Тогда начнется вечеринка! Что? Сделаешь нам маникюр до смерти? Да, кутикулы нам подрежешь. Какого черта, Фредо? Ты откуда вообще это знаешь? Да это жена рассказывала. Ты меня позоришь, Фредо? Ну, девочки, кто на ноготочке? О, твою мать! Изидроп. Сделай апгрейд своего инвентаря. А если ты тоже хочешь сделать себе апгрейд своих скинов, тогда переходи по ссылочке в описании на Изидроп и получай там все самое лучшее. А чтобы классных скинчиков ты мог получить еще больше, вот тебе промокод по центру экрана, который даст плюс 40% к пополнению. Именно так ты получишь самые красивые и стильные скинчики, как и сотни других людей на Изидропе. Так что переходи по ссылочке в описании. И первым оружием в нашем списке будет револьверный карабин Кольт, модель 855 года. В середине 19 века американская компания Кольт зарекомендовала себя как лидер в производстве револьверов, и их оружие стало лучшим из доступных, и после успеха инженеры пытались приспособить револьверную конструкцию камеры к обыкновенной винтовке. В те годы во время военных действий все еще использовали мушкеты, которые нужно было перезаряжать после каждого выстрела, добавляя туда порцию пороха и дополнительную пулю. Соответственно, револьверная винтовка должна была тогда решить проблему долгой перезарядки. И вроде бы на бумаге все звучит достаточно неплохо, но что же могло пойти не так? В итоге только по одной причине это оружие пришлось снять с вооружения армии, а именно потому, что при стрельбе из цилиндра выделялось много горячих газов, которые из-за плохой конструкции и подгонки оружия часто попадали в оставшиеся патроны с патронником, что приводило к детонации большинства зарядов прямо в барабане. Соответственно, в самом благоприятном варианте стрелок получал ожоги, а в худшем варианте оружие просто разрывало на части. И за все время было выпущено порядка 4400 экземпляров данной винтовки, после чего от нее, естественно, отказались. Что делает это оружие одним из худших изобретений компании Кольт за всю историю. Также на рубеже 20 века револьверы стали уступать место новому виду огнестрельного оружия, обычному пистолету. И все мы знаем такой пистолет, как Кольт 1911. Однако многие умалчивают про другие довольно странные варианты пистолетов тех лет. Одним из таких пистолетов был Марс, который был произведен компанией Уэбли. В итоге идея сделать самозарядный пистолет привела к созданию тяжелой и сложной конструкции, напоминающей маленькую пушку. Во-первых, здесь почему-то даже магазин был достаточно странным. Ведь если в обычном магазине патрон у вас поступает снизу вверх, то в Марсе патрон сначала отодвигался назад, и только потом выводился в камеру подачи. При этом общая емкость магазина составляла всего 6 патронов, что не больше, чем у стандартного револьвера. Затвор же пистолета состоял из слишком сложного поворотного механизма и внешнего ударника. Ну и еще конструкция выброса гильзы была сделана таким образом, что гильза вылетала вверх возле лица стрелка, с верхней задней части пистолета. Естественно, было очень много случаев, где эти гильзы попадали в глаза или просто ранили лицо, отвлекая от ведения боя. Потом нашлась еще одна проблема, потому что пистолет дико подпрыгивал при каждом выстреле. Это происходило из-за слишком мощного патрона. И в конечном итоге на вооружение было принято всего лишь 70 пистолетов Марс, прежде чем конструктор обанкротился. Ну и хоть этот пистолет не успел обрести большую популярность ввиду низкого количества выпущенных копий, но все равно он занимает почетное место в списке самых худших оружий в истории. Третьим оружием будет тоже пистолет, и он называется Глисенти модель 1910. Новый пистолет точно также должен был прийти на замену старому итальянскому револьверу. Однако оказалось, что старый патрон был слишком мощным для нового оружия, что приводило к взрыву ствольной коробки. И итальянцы нашли решение, внедрив специальный патрон для пистолета Глинценти 9х19 мм. Патрон был тех же размеров, что и первоначальный 9-мм Парабеллум, но с более слабым метательным зарядом и значительно сниженной убойной силой по сравнению с другими 9-мм пистолетами. Также у этого пистолета с левой стороны была пластина, которую нужно было снять для очистки механизма. И вроде бы это довольно удобная функция, однако частенько во время стрельбы эта пластина просто-напросто открывалась, что могло привести к поломке пистолета. И хоть Глиссенти 1910 года был принят на вооружение итальянской армии, несмотря на все его недостатки, однако реального преимущества над револьверами того времени он попросту не имел. И в итоге мы имеем оружие, которое не только по надежности уступает револьверам, так еще и слабое по убойной силе. Так что вот вам и еще один посредственный образец оружия времен Второй мировой войны. Четвертым в нашем списке будет еще одно интересное изобретение, а если конкретнее, то гирореактивный пистолет. Он был чем угодно, но только необычным пистолетом. Ведь в этом пистолете вместо обычных патронов были использованы пули с реактивным двигателем, типа как мини-ракеты. То есть вместо инертных снарядов, приводимых в движение взрывом газа, гирореактивный старый отстрелял ракетными пулями. Гирореактивный пистолет имел уникальный ударно-спусковой механизм, где шесть микроракет подавались в патронник из магазина внутри рукоятки. Кстати, весь пистолет был пронизан отверстиями, ведь в отличие от обычных патронов, реактивные не могли набрать скорость внутри замкнутой трубки, и поэтому инженеры сделали дырочки. Соответственно, двигатель в патроне запускался, и используя воздух вокруг пули как стартовую площадку, отталкивался и летел в нужном направлении по стволу. И примерно таким образом у инженеров получилось сделать конструкцию намного легче. Вот только есть одно но. Новые патроны, во-первых, стоили в три раза дороже обычных, а во-вторых, обслуживание пистолета занимало слишком много времени. Ну и в-третьих, у пистолета была ну очень плохая точность. Так как мини-ракеты просто отказывались лететь по максимально прямой траектории. И вроде бы в целом гирореактивный пистолет был интересной задумкой, но на поле боя он показал себя как один из худших представителей своего класса. В истории было не так много случаев, когда целая армия была оснащена неисправным оружием, как это было с японской императорской армией во Второй мировой войне и с печально известным пистолетом Намбу-94, который впервые появился в 1934 в качестве замены более старого образца Намбу-14. В то время японской армии требовалось большое количество пистолетов, и они хотели как можно скорее запустить новую разработку в производство. В итоге Намбу-94 был плохо спроектированным пистолетом крайне низкого качества, а когда японская военная промышленность перенапряглась, его качество упало до уровня кустарного производства. Кроме того, у пистолета были ужасные баллистические характеристики из-за отсутствия баланса между коротким стволом и мощностью патрона. То есть новый пистолет был эффективен только на супер близком расстоянии. Однако реальная проблема заключалась в том, что пистолет был крайне ненадежным и представлял большую угрозу для самого его пользователя. Всё потому, что механизм Намбу-94 был спроектирован таким образом, что он допускал случайную осечку патрона до того, как он был доставлен в патронник. Другой же угрозой был рычаг, установленный на внешней левой стороне пистолета. Рычаг был соединён с ударником, и если его прижать к чему-то твёрдому, когда механизм взведён, то пистолет выстреливал. Даже ходили и истории о том, что пистолет называли оружием для капитуляции, поскольку считалось, что если японский солдат сдаётся, то когда он перекладывает оружие в руке на бок, при этом убирая палец со спускового крючка, то он может нажать на этот рычаг и, следовательно, сделать последний выстрел. И несмотря на все недостатки и низкое качество, императорская армия Японии продолжала использовать пистолет до конца войны, причём выпущено было целых 70 тысяч экземпляров такого сомнительного пистолета. Как итог, японцы продолжали использовать Намбу-94, просто потому, что у их промышленности не было ни времени, ни ресурсов для производства чего-нибудь более адекватного. Поэтому данный пистолет и занимает почётное пятое место. Ну а про какие сомнительные, странные и плохие оружия слышали вы? Напишите ваши вряды в комментариях и ставьте лайк, если вам понравился данный ролик.